Уходящий год был нелегким для каждого из нас. Пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом 21 века, с подобным которому человечество еще не приходилось сталкиваться. Кому-то вирус ударил только по карману, но, к сожалению, многие ощутили все симптомы вируса на своем здоровье. Сложный год был богат значимыми событиями в разных сферах. В Дагестан пришла новая власть, но с ним остались его старые проблемы. Назначение, аресты, победы, поражения, подвиги врачей и жертвенность простых дагестанцев всего было немало. Самым знаковым политическим событием ушедшего года для Дагестана, безусловно, стала смена власти. Владимир Васильев покинул пост главы республики. Его место занял Сергей Меликов. Назначение генерала руководителем республики дагестанцы в целом восприняли с воодушевлением. Важным аспектом здесь явилось, безусловно, то, что в Рио главы имеют дагестанские корни. Отец его по национальности Лизгин и родился здесь. Это, по мнению многих экспертов, позволит Мелику успешнее выстраивать диалог между властью и обществом. Среди ключевых отставок и назначений – уход с должности вице-премьера Гаджимагамеда Гусейнова, занимавшего эту должность с ноября 2018 года, и назначение вместо него Абдулпатаха Амирханова, до этого год проработавшего на посту руководителя территориального управления Росимущества. А также последующая отставка Артема Сдунова и переход Амирханова на позицию премьера. Большие перестановки произошли и в аппарате главы и правительства, и в самом кабинете министров. В частности, число первых заместителей руководителя администрации главы и правительства Дагестана было сокращено до одного. Громкой новостью стал переход мэра Дербента Хизрия Бакарова на должность госсекретаря Дагестана, конституционную, напустовавшую годами. При этом бывший дербенский мэр продолжает курировать проекты на юге. Почти три месяца понадобилось Сергею Миликову, чтобы определиться с новой структурой правительства региона. Созданы три новых ведомства. 13 дагестанских министров сохранили свои должности и вошли в новое правительство, структуру которого Сергей Миликов утвердил накануне Нового года. Но они пока будут работать с приставкой в РИО. Так, у премьер-министра Дагестана будут семь заместителей и два первых заместителя – Нюсре Тамаров и Батыр Эмеев. Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана переименовано в Министерство цифрового развития. Пост министра сохранил Сергей Снегирев. Созданное параллельно Министерство печати и информации возглавил Марасман Гаджиев. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Дагестана переобразовано в Минстрой, а функции контроля за ЖКХ переданы в Министерство энергетики. Рахман Гамидов, замдиректора Ботлихского радиозавода, назначен министром природных ресурсов и экологии. Гамидов сменил Набилу Карачаева, покинувшего свой пост. Министерство здравоохранения возглавила Татьяна Беляева, ранее первый замминистра. Продолжались в Дагестане также аресты и задержания высокопоставленных чиновников. После обысков был задержан исполняющий обязанности главы Дербинского района Фуат Шихиев. Его обвиняют в хищении и незаконной продаже земель. Фигурантами дела помимо Шихиева стали еще около 10 человек, среди которых бывшие чиновники администрации Дербинского района и другие должностные лица. Все они находятся под стражей.